И Татьяна тоже. Дорогие друзья, пожалуйста, нажмите на огонечки, если меня хорошо слышно, видно, и мы сейчас начнем наш разговор. Мы поговорим об этапах развития детей от 0 до 12 лет и в различных системах, то есть это будет и европейская система, и даже китайская система, даотская система. И там есть очень много интересного, что мы можем с вами узнать. Я сейчас выключу звук, чтобы ничто нам не мешало. Итак, это мои сертификаты, это не так важно. Зачем нам нужно понимание развития этапов? Потому что, например, мы знаем возраст кризиса. На что похож кризис? Это когда у ребенка открывается новая способность, и в этот момент, когда открывается, ну, вы открываете дверь на улицу, и врывается ветер. Кроме всего хорошего, положительного, оттуда приходит дождь, пыль, насекомые всякие, да? Точно так же у ребенка, когда раскрывается этап, очередной этап развития, тут приходит не только свежий ветер, не только то, что он растет, но и какие-то неровности, шероховатости, которые со временем будут прорабатываться. Это первое, поэтому мы их называем кризисами. На самом деле это не кризисы, это просто, когда формируется характер человека, новые способности раскрываются. И самое интересное, наш организм устроен таким образом, что если в определенный этап роста, который заложен природой, ребенок не выучил какой-то урок, в достаточной мере, мы в школе что сделаем? Даем на пересдачу. Так вот, пересдача нам, взрослым, приходится иногда во взрослой жизни. То есть в течение, мы растем как бы спиралиобразно, повторяется, еще раз открывается аналогичная дверь. Мы встречаем эту проблему, если мы ее не можем решить, то она переходит на следующий этап. Если же мы решаем, то мы не просто решаем проблему, а приобретаем новую способность, новую возможность. Вот что самое интересное. Давайте познакомимся вот со всем этим. Во-первых, мы начинаем понимать, почему у детей проявляются какие-то проблемы. Дальше. И если мы обучаем детей сообразно, соответственно, их этапу роста, то им легче выучить. Иногда мы даем ребенку какие-то знания, а он просто их не принимает. Почему? Потому что вот эти двери, эти возможности еще у него не сформировались. И наоборот, в это время, может быть, нужно развивать какой-то другой навык. Больше внимания обратить на это. И мы будем понимать, как помочь детям. И также понимаем наши причины неудач во взрослой жизни, которые можем исцелить благодаря тому, что пройдем непройденный этап. Вот сдадим эту пересдачу. Ту часть, которую мы еще не прошли по жизни. Вот в транзактном анализе есть такая система стадии. Стадия сила быть. Это от нуля до шести месяцев. В этом периоде дети проявляют радость бытия. Они учатся просто быть. Мы сейчас каждый период более подробно посмотрим. Здесь в схематичном виде. И если, не дай бог, родители растили ребенка по методу доктора Спока, который говорил, что надо кормить ребенка только каждые три часа, не раньше, не позже, ревет и пусть ревет, оставьте, уйдите в другую комнату, то получается, что у ребенка формируется отсутствие доверия. Он не видит того, что мир, а мир для него в этот период мама, что мама ее понимает. И поэтому они хнычут и еще начинают это делать молча. Если ребенок заплакал, заплакал и перестал, это не значит, что он успокоился. У него закончились силы, а спустя какое-то время он примирился с ним, что его жизнь не представляет ценности для мира, ценности для Бога, ценности для мамы. Это очень глубокая травма. И смотрите, она восстанавливается еще раз, повторяется, в 13 лет, то есть от нуля до шести месяцев. Поэтому чем больше мама берет на руки ребенка, убаюкивает, тем больше возможностей у ребенка развиваться. Сила делать. С шести месяцев они пытаются уже ручками что-то хватать берут. И что мы делаем? Ребенок берет ложку и пока он не испачкает, ой, да все, ты испачкал себя, дай лучше я тебя покормлю. И когда мама берет и кормит ребенка, не дает ему эти несколько ложек хотя бы сделать, то вырабатывается страх что-то сделать. Еще иногда сказали, ой, как плохо ты сделал, испачкал. Он боится. Или какие-то вещи делает быстро, без удовольствия. А когда нет удовольствия, то в этом уже нет того качества, что нужно. Потому что, помните, у нас мы, когда кашеварим что-нибудь, готовим, спрашивают, а рецепт какой? Вы говорите, рецепт это, это и немножко любви. Так вот, любовь это и есть удовольствие, которое мы добавляем как главную приправу любого дела, которое мы делаем. Будь то педагогика, будь то на кухне, человек, который прокладывает асфальт, строит дом, доктор, который лечит. В любом деле эта любовь необходима. И вот когда мы позволяем ребенку взять своей ложкой и делать, делать что-то, измазать, испачкать, это не так важно для нас. А мы ценим то, что он пытается делать. Но в этом, если мы начинаем осознавать, какие последствия идут, или, например, вы узнали, да, что он учится делать. И важное для него просто делать и узнавать, тогда мы не торопимся за чистоту и позволяем ему спокойно расти, в силу думать. Когда нет, не буду, я шам, да, вот этот возраст. Ребенок учится думать. Он думает не как продолжение мысли мамы, папы, потому что до этого они повторяют маму, папу, а тут они начинают отделяться, отдаляться от мамы, сепарироваться и уже придумывать свои мысли. И когда мы их ругаем сильно, отклонение получается то, что они со всеми соглашаются, потому что важно завоевать любовь, внимание родителей. Потому что дети одни сами в мире существовать не могут. Для них мама и папа – это святые, прямо это Бог, это наместники Бога на земле. И взрослые, которые с ними работают, воспитатели, учителя, то же самое. Если им запрещают говорить нет, это идет не просто, мы запрещаем, не соглашаемся с ними, а запрещаем думать. В итоге это дети, это вот масса, которую мы некоторых людей называем масса. Они не имеют собственного мнения, они подчиняются мнению большинства или чего-то. Вот как раз жертвой такого воспитания. Сила индивидуальности в 3-6 лет повторяется 8, 10, 12, 15, 16. Смотрите, сколько этапов есть повторения, потому что это очень важно. Поиск себя, новые мировоззрения, это когда дети идут, одевают мамины туфли и ломают, да, потому что ножка маленькая, туфля не так, каблучки ломают, примеряют на себя. Мальчики берут что-то папину, начинают говорить папиным голосом или кого-то имитируют. Они пытаются найти себя и когда запрет, тогда у них вырабатывается гнев. Забота заменяется потребностью в сексе и наоборот, то есть во взрослой жизни они не знают, как заботиться о другом человеке, как проявлять любовь. Для них это физиологическое вот такое раз, два и все. Отсутствие полной романтики, конечно, это уже сказывается на человеческих отношениях. Сила мастерства формируется в 6-12 лет, когда уже дети пошли в школу. Они учатся навыкам вырабатывать ценности для своей жизни. Сверхорганизованные, если отклонения напряжены, это вырабатывается здесь комплекс отличника. Друзья мои, это такая вещь, когда человек делает вроде бы хорошо, но он несчастен. И крайности этого явления расслаблены и неорганизованы. Но не могут они собраться, ничего делать, потому что не видят, не выработалось вот это качество. Сила регенерации, осознать свою личность, развиваться сексуально, это уже 13-18 лет. И сила рециркуляции. Смещение, осознать свою личность, это важно место, свое место с окружающими. И смещение потребностей в заботе и сексуального влечения. Они начинают, вот когда им хочется получить потребность в заботе, они хотят сказать, приласкай меня, ну обними меня. Вот это хочется. А вырабатывается наоборот сексуальное влечение. Почему? Потому что сексуальное влечение, это понятно. А если человек не получил эту информацию, то да. Книгу, книга, это книга сейчас, я в конце принесу книгу. Автора не могу сейчас припомнить, вылетела из головы. Идем дальше. Вот просят здесь литературы по периодизации. И давайте посмотрим. Симптомы стадии. Смотрите, вы можете в себе прямо увидеть какие-то вещи. Если увидите, отмечайте. Кстати, будет интересно, если вы напишите. Может не у себя, а у родных, знакомых, увидите. В стадии быть, когда вот ребенок недополучил вот этого, у него идет желание есть, жаждут сладкого. Кстати, не факт, что недополучили. Иногда вот надо еще раз, вот я же говорю, что спиралиобразно повторяется. Просто поймите, когда нам хочется есть и сладкого побольше, скорее всего, нужна вот эта сила быть, чтобы кто-то приласкал, именно обнял. Потому что что делает мама? Мама обнимает и радуется просто тому, что ребенок есть. Он просто есть. Сила быть. Я есть. Я живу. Я дышу. И это у меня цена. Имеет повышенную чувствительность во рту, вкусовым ощущениям. Во рту могут быть язвочки какие-нибудь. Есть люди, у которых язык очень чувствительный. Многие вещи не может есть, потому что язык начинает болеть из-за этих вкусовых ощущений. И чувствительность к свету. Может сложно терпеть яркий свет. Любят отдыхать и спать. Просто отдыхать и спать. Потому что это время, когда ребенок отдыхает и спит. И действительно надо дать эту возможность отдохнуть и поспать. Невнимательности. Испытывают трудности в мышлении. Хотят зависеть от других. Вот девушки молодые, которые выбирают себе папика, взрослых таких состоявшихся мужчин. Им нравится зависеть от других. Потому что вот этот возраст не было освоенными. Все энергии, которые нужны были, навыки энергии нужно было получить в этом возрасте, еще не сформированные. Желают, чтобы их кормили и нежно обнимали. Именно нежно. Потому что есть еще другая стадия власти. Это немножко другая. А именно нежно. Почему? Потому что мама ребеночка обнимает нежно. Папа, вот младенца, мы очень нежно берем на руки. Иногда вот даже взрослому ребенку, если у вас ребенку 12, 13, 14 лет и он хочет, просто обнимите его. И восполнится вот этот недостаток. Иногда люди заменяют это массажами, какими-нибудь легкими процедурами, которые спа, процедурами щадящими, мягкими. Задача развития. В этом возрасте учатся планировать и дать себе достаточно времени отдыхать, ничего не делать и восстанавливать силы. Смотрите, у нас у большинства жизнь организована таким образом, что мы работаем, чуть-чуть отдохнем, проведем время с семьей и опять работаем. Но задача работы в том, чтобы получить наслаждение. Если мы в работе не можем получить наслаждение, то нам никогда не хватит времени отдыхать. И некоторые люди себе не позволяют отдыхать. Как я могу отдохнуть? Столько всего не сделано. Друзья мои, всех дел не переделайте. И отдыхать обязательно надо. Даже если сила быть у вас сформирована на все 100%. Развивать и расширять свои эмоциональные и физические пределы. Вот в это время ребенок учит, смотрите, эмоциональные. То есть чем больше с ним разговаривают, дают эмоции, улыбаются, у него расширяются пределы. И физические до 6 месяцев ребенок пытаются потянуться, подняться, посидеть, шею продержать. И вот эти все упражнения, чем больше вы касаете ребенка, массируете, двигаетесь им, двигаете его, тем больше у него расширяются эти физические пределы. Добиваться, чтобы их кормили и трогали, а не ревут просто, чтобы их кормили, когда просто из бутылки это одно, но когда взяли на ручки, потрогали. И здесь, например, очень важно, чтобы ребенок касался голого тела матери. Даже если кормите из бутылки, дайте ему прикоснуться к телу. Потому что, смотрите, сейчас очень много, к примеру, аппаратов, которые делают массаж. Садишься, ролики крутятся, крутятся. Это совсем другое, нежели прикасается рука. Вот это тепло руки очень важно, а тем более прикосновение к телу матери. Принимать заботу и признание со стороны других людей. Если ребенок достаточно получил, то он и во взрослой жизни готов принимать заботу. Ему делают комплимент, он с радостью принимает. Замечали ли вы, например, что вам делали комплименты, вы принимаете это как должное. То есть не греет комплимент сердце. Это может быть две причины. Одно, вам неинтересен тот человек, который делает комплименты. Второе, не до конца развито чувство силы быть. Быть чувствительными в этот период формируется, создаются эмоциональные связи с другими людьми. И предлагать заботу и любовь другим людям. Вот такая. Следующая стадия – это сила делать. Так, у меня как по времени? Я успеваю, потому что у меня слайдов много, и я на них останавливаюсь довольно-таки долго. Сила делать как раз – это уже один час. Один час у нас регламент. Длительность вебинара. Желание разнообразных ощущений. Ребенок уже тянется от шести месяцев до полутора лет. Его задача – видеть, слышать, пробовать, а не все в рот свою. Почему? Потому что надо потрогать, почувствовать на вкус, понюхать, передвигать вот это движение, трогать. И чем больше разнообразных материалов мы даем ребенку потрогать, пощупать и на вкус. Да, может ему не надо клубнику есть, но, например, лизнуть ее и почувствовать структуру и вкус клубники полезно. Или другого, любого фрукта, овоща, чего-то. А если мы даем одну кашку, не формируется во рту ощущение, чувствительный орган не развивается. Потом бывают проблемы с едой. Ребенок многое не ест. Во-вторых, могут быть и логопедические проблемы, и это влияет на все остальное. Поэтому даже особенно полезно, оказывается, когда ребенок сует пальцы в рот, сосет свои пальцы. Мы иногда их... Вы одевали эти перчатки? Оказывается, у них на кончике, на языке находится рефлект, когда тошнит, выплевывает ребенок. Для чего это необходимо, если что-то неприятное, плохое, выплюнуть и не дать его пройти в организм. И отрыгивать. Ну, в общем, слова не тебе попадаются. И когда он пальчиками делает, он отодвигает границу дальше. И ему легче будет дальше принимать еду и кушать. И бывает, что в некоторых случаях логопеды начинают лечение логопедических проблем и этими способами. Кстати, друзья мои, я не спросила, кто вы, кем работаете по специальности. Некоторые из вас при приветствии написали, но большинство просто написали «добрый день». Мне будет интересно узнать вообще, с каким возрастом вы работаете в школе, в детском саду. Да, педагог-психолог. Здорово. Так. Испытывает потребность в понимании своих чувств и эмоций. Смотрите, если в первый год, в первой группе, важно, чтобы от взрослых получали, а здесь они уже начинают анализировать полученный опыт. Вот с 1 по 11 класс, педагог-психолог, смотрите, вам тоже будет очень интересно, потому что мы видели, что эти возрасты повторяются. Потребность в понимании своих чувств. Ищут новую точку опору. Страдают от зубной боли, интересная, потому что прожевать зубы, это прожевывать. Делать что-то новое, пониженная концентрация, проблема с мотивацией. Пониженная концентрация мы увидели и в первой стадии, и во второй стадии. Так, психотерапевт, в основном с детьми, с семьей, здорово. Детский психолог. Томатис, очень интересно. Хотела пробовать, ни разу не пробовала. Нянчись с сыноком, вообще великолепно. Так, детский садик, воспитатель. Руководитель кружка по танцам. Кстати, танцы настолько помогают детям в развитии. Во-первых, это и движение, и в танцах есть тактильные соприкосновения, когда они друг друга касаются, двигаются. Очень полезно для развития ребенка вообще занятие танцами. Задача этой стадии – смотреть, слушать, чувствовать, ощущать на вкус и чувствовать запахи. И чем больше мы даем им возможность понюхать, потрогать, тем лучше. Исследовать окружающий мир, не думая о нем. Смотрите, не думая о нем. Когда мы думаем, это будет потом думать о нем. Когда мы не думаем, мы не боимся. Вчера прочла очень интересную притчу, как раз вот для чего нужно не думать. У одного человека он нашел или купил алмаз, желтый алмаз, красивейший и большой, но внутри был маленький изъян. Он отнес к ювелиру и спрашивает, что с этим можно сделать. Он говорит, что в идеале его разбить на две части, и тогда у вас будет два драгоценных камня, один другого дороже, уже без изъяна, потому что изъяну уже можно будет удалить. Но сделать это очень сложно, потому что чуть-чуть не в ту сторону, и он рассыплется на кучу мелких кусков, которые не будут иметь никакой ценности. И этот человек идет к другому, и он не осмеливается сделать этот ювелир. Идет к десятку разным ювелирам, и вдруг слышит, что где-то в Амстердаме есть другой мастер, очень сильно он идет к нему. Этот начинает рассказывать, говорит, все, я это знаю. Вы можете взять его и разделить его таким образом? Ну, давайте попробую. Берет этот алмаз, дает своему ученику, тот взял, раз, и вернул два куска. Говорит, а он у вас такой талантливый? Да нет, он уже только третий день работает, и он не понимает ценности. Его рука не дрогнула, а моя рука бы дрогнула. Понимаете, здесь дело не в мастерстве, а именно преимущество было в том, что этот молодой подмастерье понятие не имело сложности, и делал это не думая. Точно так же дети более смелые, пока не думают, и надо поддерживать и изучать других людей. Они начинают уже изучать. От полутора до трех лет села думать, хотят отличаться от других, потому что идет сепарация от мамы, от папы, отделяются. Хотят иметь индивидуальную точку зрения, уходить от зависимости. Иногда взрослые люди проявляют гипер-желание отличиться от других, делают татуировки, например. Почему села думать? Это позволяет им иметь собственное мнение, собственное желание, делать то, что я хочу, не так, как все. Сейчас, правда, так много татуировок, что, наверное, люди, скорее всего, есть те люди, чтобы отличиться, они предпочитают ничего не делать на себе. Вот. Говорят часто нет и не буду. Испытывают перепады настроения и испытывают беспричинный гнев. Если вдруг причины нет и гнев, а потому что внутри затаились мысли, которые хотят проявиться, а мы им не даем этого сделать. Задача развития стадии села думать. Это уходить от зависимости. Постепенно мы уходим, потому что задача родителя, как говорит Петрановская, до нее более мудрые люди тоже говорили, что задача родителей и учителей сделать так, чтобы дети не нуждались в них, чтобы ребенок стал самостоятельным. Поэтому задача уйти, тестировать реальность и не соглашаться с людьми и желание стать независимым. Развивать индивидуальную точку зрения, учиться думать и с заботой относиться к тем, кто переходит эту же стадию, кто тоже пытается проявить свою индивидуальность. свое мнение, думать по-другому. Вот если вы увидели, что у вас есть в этой стадии, в этой силе какие-то проблемы, вы можете начать с того, что заботиться, заботой относиться к тем, кто проходит ту же стадию. Помогая другим, вы начинаете в себе это замечать более ярко. И мы начинаем развивать свою точку зрения, потому что если оно не развито, то мы можем иногда очень резко проявить свою точку зрения. Почему? Потому что было запрет на это и вдруг оно вырывается резко. Тоже одна такая стадия. Симптомы стадии силы индивидуальности. 3-6 лет. Желание знать, кто я. Вот этот философский вопрос, кто есть я, зачем я, начинается вот в таком юном возрасте. И иногда дети в этом возрасте уже видят себя большими и говорят, кем они станут. Вот станут композитором, космонавтом, ученым, первооткрывателем, не знаю еще кем. Вот первое проявляется именно здесь. Ребенок себя идентифицирует, идентифицирует с чем-то. Интересуется уже вопросами силы и власти. Вот здесь как раз им не нужны эти мягкие обнимашки. Они приходят вот так, играют, силу пробуют или могут поцарапать. Вот почему тело требует более жесткого контакта. Интерес к противоположному полу, потом он спадет. Но в этот момент как раз они изучают свои гениталии и других, присматриваются к другим. Экспериментируются в социальном взаимопонимании с другими людьми, испытывают неожиданный, неописуемый страх и кошмары. Вот в этот период проявляются уже страхи. И к концу периода появляется такая вещь, как стеснение. До этого еще не было. Чувствуют необходимость обратной связи, а стеснение как часть обратной связи. Делают действия, чтобы понять последствия, возможности. Так, коллеги, вы ставите огонечки, мне это очень нравится. Интересно, какая именно мысль вас заинтересовала, зацепила, что вы поставили огонечек. Это мне интересно, если напишите. Потому что все-таки связь идет с небольшой задержкой секунд 30. Силой развития этой стадии отделить фантазию от реальности. Дети приходят и рассказывают сказки. Они начинают что-то рассказывать и дальше. И вот здесь очень важно тактично обходиться. Как я делаю? Говорю, хорошо. И слушаю до конца вот эту всю фантазию. Отлично. А с какого момента начал сказки сочинять? Думает, думает, думает. Вот до этого было все правда. А вот отсюда начал сочинять. И чем заинтересованнее вы слушаете, тем более интересные фантазии проявляются у ребенка. Это неплохо, это очень хорошо, потому что развивается речь, развивается право мыслить, думать по-своему, проявляется внутренний мир, мы познаем этого ребенка, узнаем через его фантазии. Но вот этот вопрос отрезвляющий, а что из этого фантазии, что реальность, уже помогает ему лучше распознать себя. Потому что, когда дети несколько раз повторяют свою фантазию, для них она приравнивается к реальности, и они уже не воспринимают, не отделяют его от реальности. Вы это прекрасно знаете. тестировать наше понимание реальности через последствия. Вот здесь они проверяют границы дозволенного. Шалят, делают что-то не то, и им хочется для того, чтобы понять, что можно и что последует из-за этого, до каких пор можно, а где нельзя. Вот. Поэтому вот здесь надо давать четкую реакцию, и не обязательно должно быть вот такая агрессивная. Хорошо, вот это можно, а вот это уже нельзя. Вот это недопустимо. Потому что. Вот это в возрасте очень важно детям говорить потому что, и расшифровать. Почему нельзя, почему можно. Применять силу, чтобы влиять на людей, зная, кто мы в социальных взаимоотношениях. Да, они начинают иногда физическую силу, иногда голос, а иногда мягко, по-другому. И задача развития еще и помогать другим определиться в том, кто они, кто они есть. Это тоже такая вот интересная вещь. Мы замечаем других, и своим отношением к человеку мы отражаем его. Симптомы стадии силы мастерства от 6 до 12 лет перешли к школьному возрасту, да, уже в 6 начинается. Мы видим, что у нас немножко возраст состыковывается, это нормально. Почему? Потому что эти градации идут не резко, а плавно. Они плавно перетекают один в другой. К концу стадии оно усиливается, набирается максимальной силы и переходит на другое. Итак, желают спорить и не соглашаются с моральными принципами других людей. именно в этот момент дети начинают сравнивать свою семью с другими семьями и идеальность своей семьи вдруг перестает казаться идеальной и другие семьи иногда намного лучше, чем моя та, которая есть. Это примерка ценности. Это не то, что семья стала плохой, а потому, что примеряют ценности. Когда примеряют ценности, вот эти весы качаются. Делать все не так, как другие по-своему, озабоченные тем, чтобы что-то делать. Ну, нельзя же без дела сидеть, надо что-то делать. Они то этим займутся, то другим, то третьим, то четвертым. И часто они бегают в различные кружки, то сегодня в эту игру играли, сегодня это хочу, завтра совершенно другое. Это нормально, потому, что важно что-то сделать и найти. И если мы находим сильную сторону ребенка и занимаем его в этом направлении, чтобы он развивался, он знает, что делать. Развивается точность и логичность именно в этом возрасте. Задача этой стадии учиться и обучать других, спорить и не соглашаться с тем, как делают другие и что делают другие. смотрите, это нормально для этого возраста. Это очень неудобно учителям, когда в классе много детей и один начинает спорить не соглашаться. Иногда это в назидание всем остальным, чтобы не нарушить дисциплину. Мы его ставим четко на место и это не самое лучшее, что мы можем сделать, потому, что это травмирует и не дает развиваться за ребенку. Когда он начинает спорить, мы можем сказать, хорошо, интересно спорить, а давай-ка вместе обсудим, посмотрим на это с другой стороны. И можно даже предложить других ребят, давайте ребята устроим дебаты, дискуссию с этим вопросом. Кто может оппонировать? Вот он говорит одно, вы соглашаетесь или есть альтернативное мнение? Ведь может быть 3-4 мнения. и тогда получается, что он доказывает и в споре может прийти к компромиссу или какому-то другому решению, но не задавливается его право высказать свое мнение, не соглашаться с чем-то. Делают ошибки, чтобы через личный опыт понять, как лучше делать. То есть ошибка это нормально. И мы говорим хорошо, прекрасно, у тебя теперь есть опыт, сделай выводы. Вот очень важно, почему люди натыкаются на одни и те же грабли, а потому что они делают ошибку, не делают выводов. Наша задача учителей, педагогов обратить внимание, а как ты думаешь, почему это случилось, а что можно из этого улучшить, а каким образом можно сделать, чтобы избежать в следующий раз. И когда сделали вывод, этот вывод поработает, сработает. А если на ошибку мы обругали и не сделали выводов, он делает другой вывод, что он не такой, как все. И он плохой или мир плохой. Если он плохой, идет аутоагрессия, у него понижается внутреннее эмоциональное состояние, и тогда плохо учится, сидит вялый и все плохо. А если воспринимает у него тонус выжатый, он понимает, что мир плохой и не такой, и идет на перемене кого-нибудь дубасит. Почему? Потому что агрессия проявилась и его надо где-то выплеснуть. А все, потому что мы не дали сделать вывод из ошибки, что ну да, ошибка была, это нормально, а кто не делает. А вы знаете, сколько раз Эдисон сделал ошибки, ошибочных, неудачных опытов, пока у него получилась эта лампочка, благодаря которой у нас есть свет. И теперь уже есть другие виды этих лампочек. Например, 200 лет назад люди вообще сидели без лампочки, вечером как стемнело, так уже темно, никто ничего не видит. Сила регенерации начинается с 13 лет и до 18. Вот это уже более глубокие длительные стадии. Проявляется желание быть зависимым и независимым одновременно. Как это получается? Независимым от мамы и папы и зависимым от любимого человека. И это очень важно. Если он готов зависит, формируется умение быть семейным человеком. Потому что семья это все равно зависимость. Он может в дальнейшем создать семью. И даже хорошо, когда он зависим от мнения кого-то другого. Не мамы, папы, а сверстника. Причем очень важно калибровать одного или всех. Потому что можно зависеть от какого-нибудь хулигана. Это уже плохо. Если изначально были те стадии хорошо проработаны, человек может иметь свое мнение, то он выбирает созависимость, быть зависимым от того человека, кто с ним в одной ценности, имеет похожие ценности. обеспокоен вопросами секса. Это нормально. Ощущается дискомфорт и боли в половых органах, прыщи на лице, и поэтому часто они недовольны своим лицом, своей внешностью. Уровень энергии колеблется. Это чисто физиологические причины. И потребность соединить воедино различные части своей личности. Взрослые, например, в транзактном анализе, мы знаем, что есть ребенок, родитель и взрослые внутри каждого из нас. Здесь у ребенка какие личности есть. В садике он один ребенок, дома с мамой один ребенок, не дай бог мама и папа развелись, у мамы он один ребенок, у папы другой ребенок. Он идет в музыкальную школу, проявляет другую грань своей личности. Когда сердится один, когда вот этих субличностей очень много в человеке, в этом возрасте он пытается соединить, даже не понимая, как это делается, он не осознает, как это делается, но делается благодаря тому, что вырабатывается определенные жизненные ценности. И тогда эти внутренние субличности начинают подчиняться какой-то ценности. потребность потребность в разблокировке систем поддержки, внутренних систем поддержки. И этапы развития кратко, ой, ошибка в фразе, возвращаться в другие фазы, то есть в этот период с 13 до 18 повторяется, мы видим, в 12-10 какие-то периоды возвращается, чтобы выучить невыученные уроки, ощущать себя одновременно нескольких фазок, то есть одновременно и здесь, и там, и там, потому что идет компиляция, как в 8-м классе, в 9-м или 11-м дети идут, сдают экзамен, и экзамен сдают не только потому, что выучили в этом году, а с программы 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и так далее всех классов. Вот это и есть, когда он одновременно в нескольких фазах. Интегрировать сексуальность с потребностями других стадий быть, думать, стадии мастерства, разрабатывать свою собственную философию, то, что я говорила, ценности, выдергивать и пускать корни в мире взрослых, выдергивать из семьи, может быть, в кружок или в школе, где ему дискомфортно, он оттуда выдергивает, идет в другую сферу, где находит, ищет себе похожих, схожих по менталитету, чтобы с ними общаться, поддерживать других при прохождении этой стадии, то есть они тоже собираются уже в кучке, почему именно в этом возрасте важнее становится общение со сверстниками, не с мамой, не с учителем, они все отходят взрослые на второй план, они уже начинаются включаться в общение со сверстниками. И силы рециркуляции это повторение всех пройденных этапов в жизни уже до 60, 70, 80 лет повторяются на новой ступени спирали решений нерешенных задач или по-новому вот этот круг он повторяется. Вот, а это даосская система, китайская, пять элементов в системе УСИН. Кстати, кто-нибудь знаком с системой УСИН? УСИН, его используют, эта философия действует в рисовании, есть рисование УСИН, есть медицина, лечение и в таосской системе каждый орган человека вот по этой системе расставляет. Начинает отсчет с элементов вода. Вода синяя и цвет синий. на мастер-класс по рисованию ходила и слышала. вода питает дерево и дерево вырастает. Это зеленый цвет. Потом дерево горит и кормит землю. Пепел становится землей. Земля сгущается и в нем рождается, питает металл и рождается металл. Металл разогревает воду и так далее. И из металла когда плавится или каким-то образом появляется вода. Вот эта система повторяется. И смотрите, зеленая сторона показывает, зеленые стрелки показывают этапы развития, как одно переходит в другое. Точно так же возраст человека из одного этапа переходит в другой. красная стрелка показывает, как они друг друга антагонисты. Например, вода тушит огонь. Огонь плавит металл. Что разрушает? Металл рубит дерево. Дерево питается землей и разрыхляет землю, ослабляет землю. Земля впитывает полностью в себя воду. Получается, что все эти элементы имеют и конструктивное взаимодействие, и отрицательное. Причем мы сейчас посмотрим, если эти стрелки зеленые, если взять наоборот, то они чуть-чуть гасят друг друга. А вот чтобы сократить, уничтожить или как называется, используется как раз противоположное направление. Вот. И стадии. Смотрите, являюсь. Это сила быть. Помните, мы смотрели сила быть? Жила. После него идет один, два. Формирую, делаю, думаю, желаю, являюсь, формирую. и таким образом крутится и соответствуют определенные цифры. Если мы смотрим по номерам. А если мы смотрим не по номерам, по стрелке, то вначале являюсь, желаю, думаю, делаю, формирую. По сути, мы желаем что-то, исходя из того, кто мы есть. Если я учитель, то я, например, желаю, чтобы мои ученики хорошо учились. Благодаря этому я делаю определенные думы, как можно это сделать. Продумаю какую-то систему, эту систему готовлю, делаю, и благодаря этой системе формирую новую личность ученика. Мама, папа, ребенок, ученик является учеником. Если ребенок хочет ребенком, он хочет быть, может быть, изобретателем, счастливым и так далее. Если он себя ассоциирует, я ученик, являюсь учеником, смотрите, идентификация отличается от личности. Я в разных местах могу себя идентифицировать. Где-то сестра, где-то дочка, где-то педагог, где-то психолог, в третьем месте я артист, дирижер. То есть смотря, где эта идентификация различная, при том, что я один и тот же человек. И таким образом эти цифры потом рассчитывают день рождения, дату, типа гороскопа, считают, мы сейчас сюда вдаваться не будем. Итак, элемент дерева. Это первый, второй год жизни. Ребенок рождается, растет, приобретает гибкости, движения тела, пробует учиться стоять, ходить, сидеть. первый год, акцент внимания на внешнем, знакомство, я мужской, мужская энергия, второй год на внутреннем, я мое. Первый год, я, второй, мое. То есть акцент, как меня воспринимают. Первый, вот в начале, когда находится внутри элемента, мы пойдем дальше, у нас внешнее воздействие, а потом анализ. Это как мы едим, потом внутри организм вырабатывает эту еду. Мы услышали добрые слова, а потом анализируем эти слова внутри себя. Нас обругали, тоже мы вначале внешнее воздействие, потом внутреннее анализ, как мы это уже анализируем. Элемент огонь это уже 3-4 года развития речи, логического и образного мышления. Третий вектор развития направлен наружу, зачатки логики, объясняет, объяснение то, что мама, папа говорят, взрослый говорят, а потом он начинает это воспринимать внутри. Идет языковое развитие. Вначале ребенок слушает сказки, а потом начинает их пересказывать, рассказывать, сочинять свои сказки. если вначале ребенок учит слова выговаривать, то в 4 года уже обращает внимание на произношение, четкость артикуляции, и в этом возрасте появляются новые потрясающие такие перлы. Смотрите, этот элемент огонь, если мы смотрим, он вырос из дерева, дерево его пропитало, но вода его может погасить. Сейчас мы увидим воду, когда мы все пройдем, эти 5 стадий мы увидим, 5 элементов, мы увидим, как они взаимодействуют друг с другом. Третий элемент это земля, социализация, ролевые игры дочки, матери, папа, мама, плохой, хороший. И здесь задают вопросы ребенка, идет, как одеть, почему едет машина, начинает изучать колесико, поэтому едет, как одеть, начинает выполнять социальные роли, вот дочки матери играют, я доченька, я девочка, мальчик, и начинают готовить к труду, девочки что-то делать, может ухаживать, приготовить какие-то блюда, бутербродики, мальчики мастерят, но не обязательно, сейчас мальчики тоже очень любят кулинарное дело, это нормально, и девочки тоже могут взять молоточек бить, это не значит, что у них нарушение гендерное, абсолютно, потому что в каждом человеке есть 70% своего гендера и 30% другого, и это необходимо, чтобы они друг друга понимали, потому что если бы они слишком редко отличались, они бы не могли женщины, мужчины, жизни найти общий язык ни за что. Четвертый элемент это металл, анализ, синтез, осмысление, креативность, выдумывание истории, первый год в обучении обращаем внимание на счет, математику у них лучше получается, а 8 лет упор на слово, они анализируют лучшую речь, новые словарные запасы расширяются. 9-10 лет это элемент вода, здесь уже половая дифференциация более четкая, мальчики дружат с мальчиками, девочки с мальчиками, с девчонками, они выделяются стремление походить на кого-то и опять же в начале рост идет наружу, то есть они в начале одежду одевают и к 10 годам начинает внутренне ощущать себя, а как это, каково быть девчоночкой, каково быть мальчиком. Таким образом, смотрите, если мы увидели, что в период огня, например, развивается речь, и если в этот момент мы ему говорим, мальчики так делаю, не делаю, девочки так не делают, а это элемент уже воды, гендерная, это половая дифференциация, мы гасим возможность расти речи. Почему? Потому что эти элементы друг друга гасят и наоборот, когда нам хочется усилить это, нам надо обратиться к зеленому, если хотим улучшить речь, мы идем назад, вот здесь развитие речи, и позволяем его развивать его внутреннее я мое, если развивается в достаточной мере, ты такой красивый, любимый, ты мне нравишься, он начинает себя чувствовать, помните, мы в европейской смотрели, что в этот период дети все суют в рот, они пробуют, я мое, они познают, а что я чувствую, то есть отголоски этой системы есть, и здесь, и там, то есть люди все одинаковые, просто системы отчетов могут меняться, и вот так, взаимодействие элементов, как они делают, цикл созидания, зеленый первый, цикл разрушения, вот когда это пятиконечная звезда получается, и цикл ослабления, когда в обратную сторону крутится, да, и идем дальше, потребности есть еще семилетний цикл, я слишком долго не пойду, но смотрите, например, вы можете сейчас посмотреть свой возраст, найти его, и мы видим, первый год найти стабильность и избежать опасности, это первый год рождения, повторяется эта стадия 8, 15, 25, 22, 29, 36, 43, 50, то есть каждые семь лет, дальше, второе, влюбиться, получить любовь других, мы даем любовь детям, и они начинают возвращать нам эту любовь, выделить, выделиться, получить признание, это социализация, да, проявить свое внутреннее я, кто я есть, 4, 4 года найти новые знания, когда дети начинают эти все машинки разбирать, а что там внутри, в 5 лет создать красоту, гармонию, эстетику, а вот здесь они начинают лего собирать, и это повторяйте, в 12, 19, 26 лет, 6 лет реализовать свои таланты и способности, и в 7 понять себя и свои желания, вот такая интересная занимательная таблица, можете найти здесь свой возраст и посмотреть, что в этом году для вас по этой системе, насколько оно созвучно, чего вам хочется в этом возрасте сделать, вот такая интересная уже занимательная таблица, Джон Брэдшоу, это не то, что психолог, он тренер, мотивационный тренер, куч, и он говорит, все мы остаемся детьми, сосланными во взрослую жизнь, да, если мы не прошли свои детские периоды, то мы чувствуем себя сосланными во взрослую жизнь, взрослая жизнь для нас чужда, поэтому все хочется вернуться в детство, вот если вам хочется вернуться в детство, посмотрите, где вам не досталось достаточно той энергии, которая необходима, развивайте, будьте счастливы, будьте счастливы, и когда вы будете сами развиваться, вы будете развиваться это в ваших учениках, в ваших детях, ну вот на этом я завершаю, друзья мои, большое вам спасибо, кстати, насчет книги, сделаем так, я ее сфотографирую и в ВКонтакте под этим видео выставлю, да, так, книгу по первой теме, по благодарю вас, благодарю, ну что же, до свидания, до новых встреч, надеюсь, было интересно, и вы сможете в своей работе применить эту полученную информацию, так, так, так,